Ожидание должно быть комфортным, уверены жители Твери, передвигающиеся на общественном транспорте. Однако, если ездить на автобусах стало удобно, то ждать их настоящее испытание. Зноем, дождем, снегом, морозом и ветром. Ведь спрятаться от них зачастую невозможно из-за отсутствия павильона. Остановка есть, а павильона нет. Нередкая ситуация в Твери. Тему продолжит наш корреспондент. Остановка рядом с Домом Союзов на проспекте 15 лет. От октября практически в центре Твери, проходное место. Утром и вечером десятки людей томятся здесь в ожидании автобуса. Однако, о том, что остановка находится именно здесь, поймешь не сразу. Об этом сигнализирует разве что знак 516. Место остановки, автобуса и или троллейбуса. Под знаком расположилось вот это инженерное решение. Что есть эта конструкция? Большой вопрос. На первый взгляд, конечно, похоже на скамейку. А по ту сторону знака стоят в ряд припаркованные автомобили. Останавливается здесь автобус номер 10. Но чтобы сесть на него, приходится либо идти на предыдущую остановку, либо дожидаться транспорта, притаившись среди припаркованных под знаком легковушек. Что она есть, что ее нет. В основном проще пойти на Дом Союзов. Здесь все занято машинами и остановки как таковой нет. Так стоят между машинами, пролазят. Один из горожан даже обратился в городскую администрацию с просьбой оборудовать павильон. Ответ чиновников был опубликован в общем доступе в сети, где сообщается, что на остановке нет средств. Возможно, их установку рассмотрят в последующие годы. Но 15 лет октября не единственное место в Твери, где пассажиры вынуждены мерзнуть зимой в ожидании транспорта. На пересечении Мусоргского и Бульвара Шмидта также об остановке напоминает только притоптанный снег и знак 516. Не менее проблемы ощущают пользователи общественного транспорта и в микрорайоне Мамулино. На улице Дружина и остановка «Спорткомплекс» автобус останавливается там, где опознавательных знаков вообще нет. Павильона не было отродясь, говорят жители микрорайона. Конечно, когда дождь, ветер, снег. Естественно, некомфортно. Здесь 6-й ходит, 177-й здесь ходит. Остановка обязательно нужна здесь, чтобы под крышей было. Мне желательно, чтобы поставили, конечно, но если вот ту остановку делали, только делали спустя лет 6 или 5, то я не знаю, сколько здесь делают. А чуть дальше на месте посадки и высадки пассажиров вырос сугроб. Вообще, по ГОСТу и техническим требованиям автопавильон является элементом остановки для дорог от первой до третьей категории. А 15 лет октября, судя по данным Электронного фонда правовых и нормативно-технических документов, относятся ко второй категории, так же, как и мусоргского. Вообще, павильон предназначен для укрытия ожидающих прибытия автобуса от погоны климатических факторов. На дорогах четвертой категории допускается установка павильона с одной стороны дороги. Также жителям Твери рекомендуют сообщать о незаконных парковщиках в отдел ГИБДД по городу Твери, что на проспекте Победы 27.